Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем нарядный праздничный ободок из белых репсовых лент с добавлением золотистой атласной ленты. Перечень материалов необходимы для выполнения данной работы указан в инфобоксе внизу под этим видео. Нам понадобится золотистая атласная лента шириной 5 сантиметров, белые репсовые ленты шириной 4,2 с половиной сантиметра, флористическая проволока и флористическая лента, серединки для украшения цветов, основы из фетра и металлический ободок, который я предварительно оплела узкой лентой. Как это сделать, ссылку вы найдете внизу под этим видео. Приступаем к работе. Делаем три вот таких цветочка. Цветы из двух видов круглых лепестков. Первый лепесток заостренным кончиком. Для него мне понадобится репсовая лента шириной 4 сантиметра. Складываем ленту, зажимаем пальчиком сверху по середине и края заворачиваем внутрь. Еще раз складываем. У основания подравниваем все края. С помощью зажигалки скрепляем кончик. При необходимости, если лента лежит неровно, подравниваем вниз. И так же обрабатываем с помощью зажигалки. Придаем кончику лепестка заостренную форму. Складываем лепесток, Край зажимаем пинцетом и немного прогреваем. Далее делаем двойные круглые лепестки из атласной ленты шириной 5 сантиметров. Берем отрезок длиной 2 с половиной сантиметра. Разрезаем его наполовину. Из получившихся квадратов складываем двойной круглый лепесток. Складываем два отрезка вместе, зажимаем пальчиком по середине сверху и края заворачиваем внутрь. Складываем наполовину, у основания подравниваем все края лент, после чего скрепляем кончик. Также при необходимости подравниваем низ, если лента лежит неровно. и обрабатываем зажигалкой. Собираем цветок из пяти лепестков, клей наносим до середины лепестков. Склеивая лепесточки, выравниваем по верху. Через недель будемěte все два отрезки. Так же, необходимостей из улучшить размер 2 сантиметра. Зажимаю их и выравниваем 1-8 цветка. Берем 1-8 цветок из пяти лепестков. Берем 6 цветок из пяти лепестков. Шри делаем в пяти лепестков. Далее внутрь лепестков вклеиваем маленькие. Продолжение следует... Украшаем серединку. Цветочки готовы, теперь мы сделаем три веточки из острых двойных лепестков. Используем атласную ленту шириной 5 сантиметров и берем квадраты со стороной 3 и 2 с половиной сантиметра. Подрезаем ленту и квадраты со стороной 2 с половиной. Складываем двойной острый лепесток. Для начала сделаем лепесток из отрезка со стороной 2 с половиной сантиметра. Затем обернем его отрезком со стороной 3 сантиметра. Подравниваем края лент и скрепляем кончик. Наносим каплю клея, склеиваем два лепестка. Между ними вклеиваем третий. Зажимаю пинцетом, чтобы стыков нигде не было видно. Склеиваем в центр нашей композиции три крупных цветочка. Склеиваем лепесток к лепестку под небольшим углом. Подклеиваем третий цветок. С формируем лепесток. Готовьте лепесток. С спростой лепестки. Вка planteаем лепесток. Склеим лепесток в два сантиметра. Склеим лепесток. Шормируем лепесток. Утром лепесток. Между цветами подклеиваем веточки. Тройной цветок подготовлен, приступаем к маленьким цветочком на веточке. Делаем маленькие лепестки в складку из репсовой ленты шириной 2,5 сантиметра. Складываем ленту, еще раз складываем и с каждой стороны делаем по три складочки, первая, вторая, третья. То же самое делаем с другой стороны, первая, вторая и третья. Подрезаем кончик и скрепляем. Для одного цветочка таких лепестков нам понадобится 4 либо 5. Я делаю цветочки из пяти лепестков, склеиваем их между собой. В крайний цветок на каждой веточке я добавлю двойной острый лепесток. Делаю его из отрезков со стороной 2,5 сантиметра. Алисин. Алисин. 10 Подравниваем ленту, скрепляем кончик, обрабатываем зажигалкой низ лепестка. Подклеиваем лепесток. Сделаем стебель, воспользуемся флористической проволокой и флористической лентой. У меня проволока диаметром 1 миллиметр. Беру небольшой кусочек длиной примерно 8 сантиметров, чтобы лента легла тоньше, разрезаю ее наполовину. На кончике проволоки сделаем петлю. Мне понадобится основа из фетра диаметром 2 сантиметра. От края основы к центру делаю надрез. Склеиваю основу, придавая ей форму конуса. Подклеиваю проволоку. И теперь можно приклеить цветок. Украшаем серединку. Из получившихся цветок, собираем две веточки. Подклеиваем их к центральному тройному цветочку. Продолжение следует... Поехали. Поехали. Композиция из цветов подготовлена, остается закрепить ее на ободке. Я воспользуюсь основой из фетра диаметром 5 сантиметров. Наносим клей, не доходя до краев основы, чтобы при приклеивании композиции он не выступил наружу. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Нарядный ободок с белоснежными цветами готов! КОНЕЦ